Людей всегда тянет к чему-то необычному, таинственному и неизвестному. Порой задумываешься о том, а какая жизнь была раньше, много лет назад, какие люди жили, чем занимались и какой вообще был мир. Вот же было бы здорово хоть на мгновение заглянуть в прошлое. К счастью, у нас есть такая возможность благодаря редким историческим снимкам, которые благополучно дожили до сегодняшнего дня. Вам интересно немного почерпнуть знания о давно ушедших событиях? Тогда приглашаю к просмотру. 1945 год. Брошенный мальчик держит мягкую игрушку среди руин после немецкой воздушной бомбардировки Лондона, в результате которой его родители и брат погибли. Кадр из сериала «Человек» с марсианского летающего диска. 1950-й. HZ-1 AeroCycle. Компактный летательный аппарат для одного человека из 1950-х годов. Гаджет. Ядерное устройство первой в мире ядерной бомбы. 1945-й. На фото запечатлены гробы людей, ждущие на Нью-Йоркской пристани отправки в нацистскую Германию. Все они погибли в результате крушения дирижабля Гинденбург, случившегося 6 мая 1937 года, и ставшим началом конца эпохи дирижаблей. Бокс 1963. Мухаммед Али, у которого рот заклеен куском клейкой ленты с замком. Одна из трёх огромных дымовых труб знаменитого «Титаника». Великобритания. 1900-й. 1 августа 1914 года. Молодой Гитлер вместе с жителями Мюнхена на площади Адеон радуются новостей о начале Первой мировой войны. Сумасшедшее кресло в голландской психиатрической больнице. Туда помещали пациентов с плохим поведением или дикими вспышками. 1938 год. Дональд Трамп вместе со своей 13-летней дочерью Иванкой на заднем сидении роскошного лимузина. 1990-й. Автомобиль Ford Model T, превращённый в магазин сэндвичей на улицах Вашингтона. 1918-й. Бесстрашные акробаты Три Джексона, Джарли Смит, Джуэл Уодок и Джимми Керриган, исполняют гимнастический трюк на выступе 86-го этажа Empire State Building на Манхэттене. Выступление состоялось на высоте 320 метров без какой-либо страховки 21 августа 1934 года. Известный учёный Никола Тесла сидит в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс рядом с генератором высокого напряжения. Декабрь 1899 года. Русский солдат, играющий на пианино. Чечня, 1994. Альберт Эйнштейн с другом в Нассау-Пойнт, Нью-Йорк, 1939. 27 мая 1987 года в городе Алба-Юлия, Румыния, состоялось перемещение многоквартирного дома длиной 100 метров и весом 7600 тонн для создания бульвара. Вся операция прошла успешно даже без выселения жильцов менее чем за 6 часов. Более того, даже спустя более 30 лет здание по-прежнему прочное и обитаемое. Мужчина увозит часть статуи Сталина после её демонтажа. Будапешт, Венгрия, 1990. Один из первых торнадо, который удалось запечатлеть на камеру. Оклахома, 1998 год. Девушки, демонстрирующие разные типы защитных масок в рамках популяризации мер технической безопасности на производстве. США, 1940. На фото запечатлены механики-инспекторы авиакомпании TWA с колпаками ступиц винтов на головах, занимающиеся весенним капитальным ремонтом гигантских транспортных самолётов в аэропорту. 8 мая 1941 года. Нью-Йорк. Ла-Гвардзя-Филд. Актриса Софи Лорен в своей гримерной. 1963 год. А здесь запечатлена забавная реакция француза, который впервые попробовал на вкус Кока-Колу. 1950. Эйнт Ховен, Голландия. 8 марта 1979 года. Йоупси Джоу из Филлипс в сотрудничестве с Сони представляет миру компакт-диск, навсегда изменивший способ прослушивания музыки. Модель прикуривает сигарету от манипулятора GE Master Slave. Он являл собой механические руки с дистанционным управлением, разработанные для использования в радиоактивных зонах. Такое изобретение могло делать всё то же, что и человеческие руки, и даже больше. Скеннектаде. Штат Нью-Йорк. 1948. Показательный полёт братьев Райт на двухместном аэроплане Урайт Type-A мимо Статуи Свободы во время празднования Хадсона Фултона 27 июня 1909 года. В этот день ими был установлен мировой рекорд по продолжительности полёта с пассажиром на борту. 1 час 12 минут и 40 секунд. Электрический грузовик «Волкер» американской постройки с электрической инвалидной коляской на борту, использовавшейся молочной компанией «Ава Хури». Новая Зеландия. 1918. Шлем-тележка Суперкубка 7. 14 января 1973 год. Лос-Анджелес. Тогда команда Майами Долфинс победила Вашингтон Редскинс с отсчётом 14-7 и стала чемпионом. Солдаты-электрики. 1918. Так выглядела мойка окон и Пайер-стейт-билдинг, одного из самых высоких и известных небоскрёбов в мире. Фидель Кастро дает интервью журналисту в своём автомобиле. Куба. 1964 год. Рабочие на высоте почти 60 метров над землёй строят Гинденбург, самый большой жёсткий дирижабль в истории. 1930-е. Германия. Медсестра ВВС помогает выгружать канистры из самолёта Си-47. Реймс. Франция. Сентябрь. 1944 год. Знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» возвращается в Лувр после окончания Второй мировой войны. Париж. Франция. 1945 год. Автомобильный инженер и конструктор Фердинанд Порше представляет Адольфу Гитлеру прототип автомобиля Volkswagen Beetle. В народе – жука. Пунт-пушка – тип очень огромного дробовика, использовавшегося в 19-м и начале 20-го века для охоты на водоплавающих птиц. За один выстрел можно было убить более 40 уток, находящихся на поверхности воды. Стильно одетый Аль Капоне и его друзья. 1930-е. Так выглядело меню последнего обеда на борту судна «Титаник» 14 апреля 1912 года. Тасманский тигр. Последнее известное животное, сфотографированное в берлинском зоопарке в 1933 году. Основатель американской ракетной техники Вернер фон Браун стоит рядом с двигателями F-1, доставившими человека на Луну. Одна из уникальных особенностей зимнего Детройта – ледяной фонтан на бульваре Вашингтон, 1940-е годы. Несколько струй воды били всю зиму, в результате чего образовались массивные айсберги льда, достигающие высоты 9 метров. А в особенно холодные годы – 18 метров. Изобретатель Честер Макдафи стоит рядом со своим одним из первых атмосферных водолазных костюмов, весом почти 250 килограммов. 1911. Вид с воздуха на более чем 400 тысяч человек на фестивале «Водсток-1969». Это был один из самых эпичных и известных концертов в истории музыки, состоявшийся 15-17 августа 1969 года в Бет-Эле, штат Нью-Йорк, на ферме Макса Ясгура. Красноармеец на посту у телефонного аппарата. СССР. 1925. Внутри Федерального резервного банка в Нью-Йорке. 1959. Военнослужащие 363-го батальона полевой артиллерии используют японское парикмахерское кресло для стрижки волос во время Второй мировой войны. 10 июня 1945 года. Шури, Окинава, Япония. Семья лесорубов со срубленной 1300-летней гигантской секвой высотой 100 метров. Калифорния. 1892. Почтальон развозит почту на экспериментальном мотоцикле производства «Индиан де Ливери Ван». Вашингтон. Колумбия. 1912. А так выглядели линии электропередач и опорная конструкция в переулке к западу от Мэйн-Стрит на Пендер-Стрит в Ванкувере. Британская Колумбия. 10 марта 1914. На этом фото изображены две женщины, которые были арестованы федеральными агентами за изготовление самогона недалеко от Сент-Пола. Миннесота, США. 1921 год. Шляпы в швейном квартале. Нью-Йорк. 1930. Знаменитости тоже люди. Необычная фотополитика и обладателя Нобелевской премии Уинстона Черчилля после купания в море в Довеле, Франция. 1922. Черный вторник. Именно так называют 30 октября 1929 года, когда произошёл крупнейший рыночный крах в истории Америки на Уолл-Стрит. Он привёл к потере миллиардов долларов и привёл к всемирной депрессии экономической активности. А это одна из самых известных фотографий этого дня. Обанкротившийся инвестор Уолтер Торнтон пытается продать свой роскошный Chrysler Imperial 75 Roadster стоимостью 1555 долларов всего за 100 долларов наличными на улицах Нью-Йорка. 1953. Allard Clipper – фантастического вида автомобиль будущего, который не удался. Это был экспериментальный британский трёхколёсный автомобиль с одноцилиндровым двигателем объёмом 348 кубических сантиметров и одним из первых автомобилей, когда-либо сделанных из стекловолокна. Всего было сделано 22 экземпляра, из которых до наших дней дожило всего три. А вот так выглядела мисс Корветт 1993. Фото со дня свадьбы Мишель и Барака Обамы. 3 октября 1992. 14-24 ноября 1969 года был совершён второй в истории успешный полёт на Луну американским космическим кораблём «Аполлон-12». На фото изображён экипаж корабля – астронавты Чарльз Конрад, командир космического корабля, Ричард Гордон, пилот командного модуля «Янки Клиппер» и Аллан Бин, пилот лунного модуля «Интропид». Vespa Acma Sidecar – оригинального вида скутер культового итальянского бренда, начавшего производство мотороллеров в 1946 году и длящегося до сегодня. Этот необычный экземпляр 1951 года выпуска с коляской «Стайп» был самым стильным всепогодным дорожным скутером, который только можно было найти. Любопытное фото было сделано 11 мая 1961 года. На нём изображён мужчина, продавец Майк Дрэшлер, который заправляет свои моторизованные роликовые коньки на заправочной станции около Хартфорда, штат Коннектикут. На спине у него закреплён односильный двигатель с воздушным охлаждением, а в руке он держит сцепление, акселератор и выключатель двигателя. Очень необычное изобретение, как будто из будущего. А как вам такое полезное применение противогаза? Солдат чистит лук в респираторе во время Первой мировой войны. 40-я дивизия. Лагерь Керни, Сан-Диего, Калифорния. Март 1918. Американский актёр и комик Джим Керри в молодости. 1991 год. Мерлин Монро на вечеринке. 8 июля 1958 года в Беверли-Хиллз. И даже для взрослых безопасность на льду превыше всего. Жители Восточной и Западной Германии празднуют падение Берлинской стены. 10 ноября 1989 года. В ночь на 1 января 1976 года студент Калифорнийского государственного университета Дэнни Файнгуд с помощью плаката впервые изменил легендарный знак Голливуд на Холли Уид. Сделал он это во знаменование дня вступления в силу смягчённых законов о марихуане, получив при этом оценку «отлично» за классное задание. Сложно себе представить, но такого вида были электромобили в 1911 году. На фото запечатлён процесс зарядки авто в гараже. Нью-Йорк. Именно таким представлялось людям 1970-х годов будущее печатной техники. Отчасти они были правы. Уж очень это напоминает современную работу за ноутбуком или компьютером. Mercedes-Benz C111 1969 года – один из самых знаменитых экспериментальных концепт-каров всех времён. Его примечательными особенностями были двери типа крылочайки, люкс-интерьер, отделанный замшей, кузов из стекловолокна и трёхсекционный роторный двигатель Ванкеля. Жуткое фото, сделанное 9 декабря 1938 года в Англии. Женщина в противогазе гуляет со специально разработанной газонепроницаемой коляской, предназначавшейся для защиты ребёнка от вредных или ядовитых газов. Это одно из изобретений того времени, когда общество жило в предчувствии новой мировой войны. Это фото имеет под собой невероятную историю, произошедшую в 1959 году. Американцы Роберт Тим и Джон Кук в рамках кампании по рекламированию отеля в Лас-Вегасе установили мировой рекорд по самому продолжительному непрерывному пилотируемому полёту в мире. 64 дня, 22 часа и 19 минут, который до сих пор никому не удалось побить. За всё это время им пришлось 128 раз совершать дозаправку самолёта с помощью грузовика «Форд», процесс который изображён на фото. Безопасность также важна для наших помощников. Американский солдат с овчаркой участвует в учениях. Германия, 1955. Густав Зендер совершил настоящий прорыв в изобретении специализированных тренажёров, многие из которых стали прототипами современных устройств. Эти изображения взяты из книги «Медико-механическая гимнастика» доктора Густава Зандера, 1892 года. Знаменитая фотография Мухаммеда Али из The Beatles 1964 года, которую видели, наверное, все. Но знаете ли вы её историю? Снимок был сделан в ходе первого мирового турне Ливерпульской четвёрки в США, где она встретилась с 22-летним Мухаммедом Али, готовящимся к бою с чемпионом в тяжёлом весе с Соней Листоном. Музыканты хотели встретиться с Соней Листоном, но боксёру это было неинтересно, поэтому им пришлось согласиться на встречу с явным аутсайдером. Американец Роберт Уодлоу – самый высокий человек в истории, соответственно, человек с самыми длинными руками. 1930-е. А это чудо техники – газонокосилка класса люкс с кондиционером 1950-х годов. 1930-е. США. В период Великой депрессии много американцев стали безработными, а потому прибегали к любым способам в поиске работы. Полицейская будка, расположенная где-то в Хаммерсмите. Лондон, 1948. Первый состав работников компании Google. 1999 год. Грот в айсберге, сфотографированный во время британской антарктической экспедиции. 5 января 1911 год. Сотрудник ФБР разбивает конфискованную бочку пива в рамках кампании по запрету алкоголя в США в 1920-х. Фото, датированное 1924 годом. Вот как выглядела зарядка электромобиля в 1912 году. Работники плантации подрезают и подвязывают хмель с использованием ходулей. Окрестности города Фавершам, Великобритания, 1920-е. А так выглядела Эйфелева башня в процессе строительства около 1888 года. Император Японии Хирохито осматривает большой воздушный звуковой извещатель типа 90, именуемый «Туба войны». До разработки радаров во время Второй мировой войны военные использовали эти устройства для обнаружения приближающихся вражеских самолетов, прислушиваясь к звуку их двигателей. А так боксерскими поединками развлекали себя военные на борту авианосца «Нью-Йорк». 3 июля 1899 года. Знаменитые певцы Элтон Джон и Шер на церемонии вручения премии Rock Music Awards. Нелепой церемонии награждения, которая навсегда затерялась во времени. 9 августа 1975 год. А вот это – паровой каток Барбер 1925 года. Фотография, отображающая древнюю профессию. Сапожник. 1800-е. Переносная камера содержания под стражей для полицейских. Так выглядело уникальное новшество в области охраны правопорядка, которое использовала дорожная полиция Лос-Анджелеса. Оно предназначалось для перевозки нарушителей правил дорожного движения. 1920 год. Женщины племени Падаунг спрашивают дорогу у лондонского полицейского, 1935-й. Их ещё называют женщины-жирафы из-за их необычайно длинных шей, на которые надеваются латунные спирали. И всё это – для красоты. А это – изображение немецкого автомобиля, у которого стоят пружины и колёса, вследствие нехватки резины, вызванной Первой мировой войной. 1917 года. Германия. Элвис и Присцилла Пресли с новорождённой дочкой Лизой Марией 5 февраля 1968 года. Легендарный Фрэнк Синатра, величественно выходящий из вертолёта с присущей ей непревзойдённой элегантностью. 1964 год. Ещё один прибор для обнаружения самолётов до появления радара. Боулинговое поле, США, 1921-й. Здесь запечатлены следы ступней человека, обнаруженные на краю древнего озера в национальном парке White Sands, Нью-Мексико. Датированные периодом 21-23 тысячи лет назад. Две женщины сидят в недавно разработанном Райткрафт Скута Кар мощностью 2,5 л.с. во время демонстрации в Лондоне. Эта машина, которая может перевозить двух человек на скорости до 15 миль в час, кажется крошечной по сравнению с обычным транспортным средством. 1936. Туристы на ядерном полигоне в штате Невада смотрят на кратер от испытания бомбы недалеко от Лас-Вегаса. 1950-й. Башни, состоящие из конфискованных бочек с алкоголем, готовыми к сожжению во время сухого закона. США, 1929-й. А здесь запечатлён процесс выпечки хлеба на Фарерских островах. 1898 год. Красивые девушки и их красивые фото не имеют срока давности. Ими можно восхищаться всегда. Здесь запечатлён завораживающего вида французский ресторан «De la Reserve» в Ницце, каким он был в 1907 году. Первоначально это был ресторан морепродуктов. Затем в 1876 году здание было расширено и стало заведением для купания в море. Он славится двумя павильонами, построенными на скалах, что позволяет сидеть над волнами. Ситроен Диез 19 на автомобильной выставке в Милане 1957 года. Именно таким, без колёс, в виде устремлённой вверх ракеты, автомобиль был показан на миланской дизайнерской триеннале в 1957 году. В дальнейшем он неоднократно фигурировал на страницах многих журналов и газет, снимался во множестве фильмов. Субтитры сделал DimaTorzok